Добрый вечер, дорогие друзья! Мы снова на YouTube-канале Марка Солонина. У нас сегодня техникум. Мы продолжаем начатую в предыдущей передаче тему «Самолёт против танка», то есть возможности авиационного вооружения эпохи Второй мировой войны для борьбы против танков. Ссылка в описании на первую серию. Краткое содержание предыдущей первой серии. Мы выяснили, что идея взять ствол противотанковой пушки и приметить её, эту пушку, этот ствол к самолёту очень плохая, нерабочая идея. Попасть с самолёта в танк невозможно, или почти невозможно, или ничтожно малая вероятность. Это во-первых. Если после такого, во-первых, нужно ещё какое-то, во-вторых, то оно заключается в том, что кинетический снаряд, пробивающий броню танка за счёт кинетической энергии, то есть скорости и массы, кинетический снаряд не может ударить сильно танк, не ударив силой отдачи ту платформу, на которой стоит ствол. И чем сильнее мы хотим ударить танк, тем сильнее мы бьём по платформе. Если этой платформой является планета Земля, которая через тонину орудия соединена со стволом, то ещё куда не шло. А если в качестве платформы является лёгенький самолётик той эпохи, 3, 4, 5, максимум 6 тонн веса, то эта платформа подпрыгивает и раскачивается, а если мы пытаемся ударить как следует, то просто ломается. Смотрим таблицу, которая у нас была в предыдущей нашей серии, и видим, что те авиационные пушки, которые удалось поставить на самолёт, имели недостаточную энергетику, в 5, 6, 10 раз меньше, чем энергетика нормальных наземных буксируемых противотанковых пушек. Соответственно, они не пробивали, а попытки поставить на самолёт что-то серьёзное, ещё раз повторяю, приводят или к разрушению, к раскачке самолёта. Таким образом, это не вариант. Эффективность авиационной пушки против самолёта, извиняюсь, против танка, среднего, тем более тяжёлого танка, эпохи Второй мировой войны ничтожно мала. Но это не единственное. Могут быть и другие виды авиационных вооружений. О них мы сегодня будем говорить. И, конечно же, в конце нашей сегодняшней передачи и обсудим тот единственный, единственный тип авиационных вооружений, который очень даже эффективно мог применяться против танка. Насколько нелепой, абсурдной является идея привинтить к самолёту ствол противотанковой пушки, настолько же разумной, гармоничной, правильной является идея подвесить под крыло самолёта, фюзеляж самолёта, подвесить под самолёт ракетный снаряд. Ракету, по-простому говоря. Почему? Ну, прежде всего, потому что у ракеты нет отдачи. У ракеты нет отдачи. То, с чего ракета слетает или вылетает, трубчатая направляющая, рельсовая направляющая, никакой силы отдачи не получают, никакого удара, никакого толчка. Или минимальной. А в результате у нас сразу, у конструктора, сразу развязываются руки. И мы можем поставить, применить такой ракетный снаряд, вес энергетика, который будет на порядок, а то и на два. Больше, чем то, что мы можем себе позволить, если мы работаем со ствольной артиллерией. Там у нас были снарядики, если вы обратили внимание, весом сотни грамм. А ракету, в общем-то, которую мы подвешиваем под самолёт, она может весить десятки килограмм. И, вроде бы, у нас открываются перспективы. Как же эти перспективы были в реальности, простите за тавтологию, реализованы? Да, действительно, всё, что вам говорили в школе по телевизору и в красном уголке швейной фабрики, было чистой правдой. Да, именно Советский Союз был и пионером авиационных и ракетных вооружений, и добился наибольшего успеха, и наиболее массово их применял во Вторую мировую войну. Это сущая правда. Вся эта история, она в высшей степени драматичная история разработки ракетных авиационных снарядов. Потом на их-то базе и была сделана та самая «Катюша», наземная установка залпового огня. Об этом у нас будет обязательно. Про «Катюшу», про её соперника с той стороны фронта, немецкий «Небельверфер». Это мы обязательно будем говорить. А пока же ограничимся, сегодня ограничимся. Ну, без этого тоже невозможно. Коротким рассказом о людях. О тех людях, которые это уникальное, новое, передовое оружие разработали. Всё начинается вот с этого почтенного человека, родившегося аж в 1859 году, на 11 лет старше Владимира Ильича Ленина. Это Тихомиров. Николай Тихомиров. Вообще есть такое мнение, что он и не Тихомиров, и не Николай. Но это отдельная тема. Родился в Москве в семье действительно статского советника. Это четвёртый ранг по Петровской табеле рангов. То есть военный. Это генерал-майор или контр-адмирал. Закончил физико-математическое и химическое отделение университета Санкт-Петербургского. Стал химиком-технологом. Работал сначала в промышленности, которая превращает шерсть в сукно. А потом работал в сахарной промышленности. В России был главным специалистом всех свеклосахарных и рафинадных заводов братьев Терещенко. Если понимаете, это богатейшие промышленники России. И вообще для Российской империи конца 19-го, начала 20-го века экспорт сахара. Это было что-то сопоставимое с экспортом нефти и газа сейчас. Особенно для 9-ти ПФД на Захидной губернии, то есть нынешней территории Украины. Там он проработал достаточно долго, вероятно, решил свои финансовые вопросы. И занялся любимым делом с конца 19-го века. В 1894 году он начал, он это Тихомиров, Николай Тихомиров, химик. Он начал работы по... Ну, он их изобрёл, он их разрабатывал, он их испытывал. У него это называлось самодвижущиеся мины. Самодвижущиеся мины. Ну, в общем, это были ракетные снаряды. Они в воде могли двигаться, то есть как торпеды и по воздуху должны были летать. Начинал он именно с моделями, которые в воде, потому что это проще экспериментировать. Причём должен сказать, что там было всё гораздо круче, чем то, что в конце концов превратилось в «Катюша». Там вообще были очень серьёзные схемы. Похоже на то, что сейчас называется КРПД – комбинированный ракетно-прямоточный двигатель. В начале, ну, примерно в 10-х годах 20-го века уже были первые эксперименты. На них долго и внимательно смотрело русское военное ведомство. Ну, потом началась мировая война, потом революции, об этом всё деле забыли. Дошло дело до 20-го года. В 20-м году он на собственные, буквально на собственные деньги, удивительно, что они ещё остались, после революции и гражданской войны в Москве арендует или покупает какой-то двухэтажный домик, и там начинает заниматься пророховыми опытами. При этом он в 20-м году встречает Владимира Андреевича Артемьева. Вот он перед вами. Выходец из дворянской семьи, 85-го года рождения. Офицер-артиллерист в своё время, в начале 20-го века, в Брест-Литовской крепости служил, и там занимался уже проектированием всякого рода осветительных ракет. Вот эти два замечательных человека встречаются и начинают совместно работать над созданием ракетного снаряда твёрдого топлива, над твёрдым топливным двигателем. Работу это несколько прерывали чекисты, которые в 22-м году арестовывают Артемьев. Ну, понятный дворянин, ещё бывший белый офицер. Отправляют его на три года в Соловки, в 24-м году он оттуда. Ну, тоже времена были совершенно вегетарианские в 20-е годы. В 20-е годы за контроляционное преступление расстреляли всего-то 20 тысяч человек за 9 лет, с 21-го по 29-й включительно. Вот, Артемьев возвращается живой, они возобновляют работу, они решают, ну, считается, что Артемьев тут внёс ключевой вклад, они решают самую главную задачу, то есть состав, рецептура того твёрдого топлива, ну, порох это, по-простому говоря, называют, который будет гореть равномерно, устойчиво, стабильно, будет выдерживать длительное хранение, припадать температуры, обладать необходимой технологичностью и так далее. В 28-м году они запускают первую твердотопленную ракету, которая прилетела 1300 метров, да, 1300 метров. В этом же году к ним присоединяются два молодых человека, два выпускника военной академии, военной академии имени, она тогда называлась, Дзержинского, погодки, 30 лет им было, они до 98-го года рождения, это был Григорий Эрихович Лангемак и Борис Сергеевич Петропавловский, тоже увидите этих замечательных людей. В 30-м году Тихомиров в возрасте уже 70 лет умирает, ну, тогда недолго люди жили, а начальником после некоторых перетурбаций становится вот как раз Петропавловский, в 33-м году Петропавловский оскоропостижно от быстро текущего туберкулеза, тогда такое бывало, уходит из жизни, и руководителям сначала вот этой лаборатории, она уже называлась газодинамическая лаборатория в Ленинграде, их объединили с московским ГИРДом, группой изучения реактивного движения, где были Королёв и Глушко, а начальником этого объединённого стал Иван Терентьевич Клейменов, видите вы его, он был чуть, ну, собственно, того же возраста, 99-го года, но это уже из крестьян. Вот этот вот коллектив к 33-му, 34-му году и разработал то, с чем советская авиация, а в сухопутном варианте, когда этот снаряд переделали под Катюшу и Крановская армия наземные войска сухопутные и отвоевало всю войну. Что же эти люди сделали? И в чём тут, собственно говоря, чудеса? Смотрим на экран. Ещё раз повторяю, на первый взгляд в твёрдотопливом двигателе нечего изобретать, потому что там ничего нет, там нет ни одной подвижной детали. Что проще можно делать? На самом деле очень непросто. Именно потому, что нет у нас подвижных деталей, и, значит, мы ничего не можем регулировать и ничем не можем управлять, ничем, я имею в виду, процессом горения. Всё становится очень сложно. Всё это должно быть заранее заложено в технологии в составе топлива и в технологии его изготовления. Потратив там 4-5 лет, травмировав основательно себя и сжегшим большое количество одежды и рук, что они сделали? Вот перед вами. Вот это вот шашка, как она называлась. Представьте себе толстый-притолстый карандаш 24 миллиметра диаметром. Ну, бывают такие большие детские цветные карандаши, чтобы ребёнок маленьким окном там рисовать на каком-то большом стенде. Диаметр 24 миллиметра. Внутри отверстие сквозное. Вот такая вот шашка прессовалась из очень долго отработанного специального состава. Их связывали, эти шашки, видите, 6 штук по кругу в центре седьмая. Получается такая связка из 7 шашек. А связка 7 шашек по 24 миллиметра для каждого определяет внешний диаметр плюс диаметр трубы, в которую это вставляется. Получается снаряд внешним диаметром 82. Вот так он и появился. Отныне и навсегда. До конца войны. Хотя до войны ещё было очень далеко. Она ещё не началась. Этот самый РС. Ракетный снаряд 82. Лангем. Это, значит, одна задача. И вторая задача на угорение. Порох горит. Появляется огромное количество раскалённых продуктов с горанием большим давлением. Это давление надо превратить в скорость. Устройство, которое это делает, называется сопло. 200 штук. 200 штук сопловых аппаратов они изготовили. Считается, что Лангемак здесь основную сыграл роль в их разработке. Пока, наконец, отработали то, что работало. И вот он перед вами. Первый советский ракетный снаряд РС-82. Лёгенькая такая штучка. 600 миллиметров длиной. 82 миллиметра в диаметре. И вот эта штука очень даже себе успешно летала. Далее, если мы вокруг вот этой связки пакета из 7 шашек ставим по кругу ещё 12. У нас получается 19 шашек. Получается внешний диаметр. Можете посчитать и проверить. Я это проверил. Плюс толщина стенки корпуса 5 миллиметров. Получается 132. Следующим, поэтому, был 132. РС-132. Именно на базе этого РС-132 было сделано М-13. То есть ракетный снаряд для Катюши. Вот испытания этого дела, наземные, строго говоря, начались уже в 1932-1933. И в 1935 году РС-82 уже испытывался с истребителя. С истребителей 15 лёгкого. И в 1936 году сданы чертежи для серийного производства. А в 1937-1938 году это дело поставлено на вооружение Красной Армии. На вооружение Красной Армии в январе, для февраля, боюсь ошибиться, в начале 1937 года. Ну, руководителем, значит, института был Клейменов. Лангемак был главный инженер. Они получили государственные премии. Дальше у нас 1937 год. 2 ноября 1937 года Лангемак и Клейменов арестован. Быстро всё обработали. 10 января 1938 года их расстреляли. Королёв и Глушко, которые работали в том же Гирде, они, строго говоря, не строго, а просто не имели отношения к этим твёрдотопливным ракетам, а Глушко всю свою жизнь, которая завершилась блестящими успехами, конструирование мощнейших жидкостных ракетных двигателей. Академик, генеральный конструктор. Он и тогда в молодости занимался именно жидкостными двигателями, а молодой тогда мало кому известный Королёв занимался воздушными торпедами. Ну, сейчас бы мы это назвали ракетоплан или крылатая ракета с жидкостным ракетным двигателем. Жидкостным. А тем не менее, новое руководство во главе института стал тот самый человек, который писал доносы на Клейменова и Лангемака, причём неоднократно писал доносы. Но ему надо было дочистить, вероятно, коллектив от нелоярных людей, поэтому в 1938 году Глушко арестовывает Королёва. Глушко повезло очень сильно после следствия, проведённого известными смертными способами, но уже потому, что там появляется товарищ Берия, во главе товарищ Берия создаёт шарашки. Поэтому Глушко прямиком переместился в шарашку. Королёв так и оказался на Колыме, но ему тоже повезло, другим не повезло, поэтому мы не знаем их фамилии. Королёву повезло, в 1940 году его тоже из Колымы. Намыва золота возвращают в шарашку. Это, между прочим, ещё не финал. Был ещё пятый арестованный человек в этом очень небольшом коллективе этого самого ракетного института. Василий Лужин в 1940 году был осуждён по контрреволюционной статье. Он разбил висевший в фойе ресторана портрет Сталина. Ну, может быть, конечно, нехорошо разбивать фойе ресторана, но вот так вот портрет Сталина. Сами понимаете, обижаться не на что. Восемь лет лагерей. Он оттуда вышел в живой. Но после восьми лет лагерей, ещё семь лет прожил. В 1955 году ушёл из жизни. Ушёл из жизни. В 1991 году. В 1991 году. Уже никого не было в живых. В 1991 году первый и последний президент Советского Союза, Михаил Сергеевич Горбачёв, в общем, наградил, присвоил звание Героя Социалистического Труда всем мной выше перечисленным людям, разработчикам оружия. В результате было создано два типоразмера авиационного ракетного снаряда, РС-82 и РС-132. Смотрим на таблицу. Видим, что они из себя представляют. Они из себя представляют, как вы видите, достаточно лёгкая вещь. Она лёгкая – это хорошо с точки зрения подвески на самолёт. Это правда. Но с точки зрения воздействия на танк, это, конечно, не та энергетика и не тот вес взрывчатки в боевой части. Я, видите, не считал, потому что я как-то нигде не смог обнаружить данные, сколько же это весит после выработки топлива. Но так, по моим прикидкам, получается в любом случае кинетическая энергия меньше одного мегаджоля, что для поражения среднего танка, конечно же, было недостаточно. Поэтому как противотанковое средство это, конечно же, работать не могло. Ну, честно говоря, никто и не обещал. Никто и не обещал. Их выпустили в огромном количестве. В огромном количестве. И тех, и 82, и 132, и авиационный вариант, и вариант для «Катюши». Их выпустили за годы войны 12 миллионов штук. 12 миллионов штук. Они более чем успешно, более чем успешно применялись, могли быть применены против наземных войск противников, против открытой живой силы, против автомобильных колонн, против артиллерийной боевой позиции, между прочим. А тоже там открытые расчеты и сами орудия. Но, разумеется, это не противотанковое средство. Почему так категорически, разумеется? Точно. Ну, не говоря уже про то, что слабая энергетика и слабый заряд взрывчатки, невозможно попасть. Разброс очень большой и по дальности, и лево-право, боковое отклонение, что значит очень большой. В конкретных цифрах рассеивание по дальности порядка 4-10%, боковое рассеивание 2-3% от дальности полета ракетки. А что это значит? Практически это значит, что с расстояния в 1500 метров, ну а с большего уже там, в принципе, самолета летчику и не видно, куда он стреляет, с такого расстояния вы можете попасть в футбольное поле. Попасть в футбольное поле. В какую-то случайную точку футбольного поля ваш снаряд, запущенный с самолета, прилетит. Это более чем достаточно, если мы стреляем по автомобильной колонне. Это более чем достаточно, если мы стреляем по железнодорожной станции. Если мы стреляем, еще раз повторяю, там, огневая позиция артиллерийского дивизиона. Но, разумеется, если мы попадаем плюс-минус в футбольное поле, то ни о какой прицельной стрельбе по танкам не может быть и речи. Это предельно понятно и не нуждалось в экспериментальных проверках, но, конечно же, экспериментальные проверки были проведены. Были проведены. Снова читаем очередную книжку Перова и Растренина, о которых мы говорили. Это современные российские историки, о которых мы говорили в прошлой передаче. Кавычки открываются, цитирую. Полигонные стрельбы штатными реактивными снарядами РС-82 и РС-132, проведенные в научно-исследовательском полигоне авиационных вооружений ВВС Красной Армии, так же, как и опыт боевого применения Ил-2 на фронте, показали небольшую эффективность этого вида оружия при действии по малоразмерным целям ввиду большого рассеивания снарядов и, соответственно, малой вероятности попадания в цель. Средний процент попаданий РС-82 в танк, в точке наводки, то есть в тот конкретный танк, в который прицеливались, при стрельбе с дистанцией 400-500 метров, ну это уже просто, ближе уже надо уходить, начинать выворачивать, при стрельбе с дистанцией 400-500 метров, показанной в материалах отчета, составил 1,1% вероятность попадания ракетным снарядом в танк 1,1%, а вот в колонну танков там лучше. В какой-нибудь из танков колонны удается попасть вероятностью 3,7%. В абсолютных цифрах было выпущено по колонне танков, ну в смысле они стояли, макеты, 186 ракетных снарядов, 186 снарядов выстрелили, 7 раз попали. Дальность начала прицеливания 800 метров. Ну а может быть 132-й летал лучше? Нет, 132-й летал еще хуже. Кавычки открываются. При стрельбах выяснилось, что при прямом попадании РС-82 можно нанести поражение немецким легким танкам, «Двойка» и чешский ПЗ-38, а также понято с подсюром СД-250. Разрыв РС-82 в непосредственной близости от легкого танка полметра 1 метр никакого поражения ему не наносит. Результаты стрельб РС-132 были еще хуже. Вероятное круговое отклонение по дальности РС-132 примерно в полтора раза выше, чем для РС-82. Для поражения легкого и среднего немецкого танка снарядом РС-132 требовалось только прямое попадание. Однако добиться прямого попадания было очень сложно. Дальше нам объясняют, что значит очень сложно. Из 134 выстрелов РС-132, сделанных в полигонных условиях летчиками с различной степенью подготовки, не было получено ни одного попадания в танк. Вот так это все работало у нас. Может быть, оно как-то было по-другому не у нас. Ну, во-первых, смотрим на таблицу и видим, что Советский Союз действительно был первый, кто начал. А Советский Союз их наделал 12 миллионов штук, и в этом смысле он тоже был на первом месте в мире. Однако потом, потом, позднее, за авиационные неуправляемые ракеты с твердым топливом взялись и англичане, и американцы. 1942, 1943, 1944 год, вот примерно в этих годах они разрабатывают, стремительно догоняют, и, как вы можете уже увидеть сейчас по таблице, и основательно перегоняют и по энергетике, и по, самое-то главное, по взрывчатке, которая в головной части была заложена. Начинаем разговор с того, что делали наши британские союзники. Не забываем. Наши британские союзники. Они сделали вот эту вот штуковину от 25-фунтовой, но они же не своя система англичан. Они всё делают не в диаметрах, а в весе. А вес ещё, понимаете ли, имеет нахальство выражать не в килограммах, а в фунтах. Вот он, британский, 25-фунтовый бронебойный, бронебойный снаряд. То есть, вот эта вещь, она летала, она летала, боевая часть не имела ни грамма взрывчатки, это было просто твёрдое, твёрдое, закалённое, стали сделанное, такой наконечник. И они думали, что вот этой вещью можно поражать танк. Ну, как мы видим, энергетика, как мы видим по таблице, энергетика там не совсем та, которая нужна была бы, чтобы пробить, ну, серьёзный танк. Один мегаджоуль, это, ну, если возвращаясь к тому, что мы смотрели в прошлой передаче, нормальная, нормальная противотанковая пушка середины войны, наш взис-3, немецкая ПАК-40, трудильмовые пушки всё-таки где-то имели полтора мегаджоуля. Вот эта 25 фунтов имела один мегаджоуль, плюс проблемы с попаданием, но сделали его не зря, этот ракетный снаряд. Вы не поверите, никогда не поверите, для чего он пригодился, для стрельбы по подводным лодкам. Подводная лодка всё-таки больше, существенно больше, чем танк. А поэтому вероятность попасть становится несколько больше. Более того, выяснилось, что вот этот вот авиационный ракетный снаряд за милую душу заходит в воду, не ломается, не теряет устойчивого направления движения на глубине где-то до 10 метров. Он способен был догнать подводную, не догнать, встретиться с подводной лодкой. А вот с подводной лодкой это всё не так. Помните, в прошлой передаче я говорил, что танк это не воздушный шарик, и от того, что вы в нём сделали дырочку, то ему не очень-то и плохо. А с подводной лодкой всё не так. Если в прочном корпусе подводной лодки появляется отверстие, то значит, эта подводная лодка уже погружаться не может. Ну, есть, кто смотрел кино, даст, будет, знает. Есть, конечно, технологии, позволяющие там какую-то поставить временную заплатку, но с такой заплаткой через Атлантику идти домой немножко страшновато, а идти назад в надводном положении в 43-44 году для немецкой подводной лодки было смерти подобно. То есть, это дело было применено, какое-то количество подводных лодок, представьте себе, вот эта вот ракета повредила. Далее, далее, что мы видим? Видим мы люди, которые что-то в полевых условиях делают. А эти мужики просто меняют, это было предусмотрено, это делалось прямо на аэродроме, главная часть, та бронебойная, отвинчивалась, и на её место ставилась уже осколочно-фугасная, которую можно было вполне себе эффективно применять по наземным немецким войскам. И, наконец, перед вами лучшее, что сделали англичане за время войны. Вот этот вот 60-фунтовый снаряд, уже достаточно основательных размеров, боевая часть 27,3 килограмма, в нём помещалось 5,5 килограмм взрывчатки. Это, в общем, тоже полноценный гаубичный снаряд. С учётом большой массы, ну, скорость, как видите, точно такая же, как у наших, буквально такая же, 350 метров в секунду, но с учётом тяжеленной боевой части мы уже получаем 1672 килограмм, поликинетической энергии, это не учитывая скорость самолёта-носителя. Вся моя таблица построена так, но самолёт-носитель тоже ещё хотя бы сотенку метров в секунду добавляет. То есть, вот эта вещь, вот эта вещь, 60-фунтовый английский реактивный снаряд, ракетный снаряд, реально, реально есть зафиксированные, задокументированные случаи, поражал «Тигр». «Тигр» под прямым попаданием, конечно, не в лобовой, лист «Тигра», но куда-то в боковую броню, извиняюсь, в бортовую броню он способен был проломить, но если туда ещё в заброневое пространство попадает 5,5 килограмм взрывчатки, то судьба этого «Тигра» совершенно понятна. То есть, если попасть, ну, скажем так, в проблему поражения, поражение эффективного воздействия на танк, англичане в своём 60-фунтовом снаряде решили. Задача попадания решить невозможно, ну, потому что неуправляемый снаряд летит неуправляемым образом в конкретных цифрах. 200, 200 раз надо выстрелить, 200 раз надо выстрелить, чтобы один раз в танк попасть. Вот такая у него была вариация попадания, 0,5%. Я пересчитываю на 200 раз. А даже с учётом того, что этот снаряд, вот видите, они вешают 4 штуки под «Тайфун», «Тайфун» — это одноместный, по сути дела, тяжёлый истребитель, который используется как штурмовик. Но даже в этом случае, если у нас 8 таких снарядов подвешены на один самолёт, это нам надо прислать 25 самолётов, 2 эскадрильи, чтобы уничтожить один танк. Всё понятно, всё понятно. То есть, использование этого как специализированного анти-танкового средства было немыслимо. Прежде всего, они это использовали очень активно, особенно после высадки в Нормандии, боях на Франции. Но прежде всего, конечно, по другим типам наземных целей, а вовсе не по танкам. Америка. Огромная, богатая, спрятанная за Атлантикой от войны Америка. Что сделали американцы? Они включились позже всех, они включились в разработку создания, эксплуатации боевого применения ракетных снарядов позже всех. Ну, естественно, как и положено, гигантской Америке понаделали их много. Вот перед вами М-8. Это наиболее массовый американский снаряд, реактивный ракетный снаряд. Весит он 17,6 килограмм, то есть, это по весу примерно как раз посредине между нашим РС-82 и РС-132. Летал очень медленно, летал очень медленно, 260 метров в секунду. понятно, что ни о какой точности вообще уже говорить не приходится, но он имел здоровенную боевую часть, 1900 грамм, 1,9 килограмма взрывчатки, более чем эффективно применялся по незащищенной живой силе, по транспортным средствам, автомобилям. Наделали они их в огромном количестве, наделали они их в огромном количестве, больше двух миллионов штук, два с половиной миллиона штук. С точки зрения техники, чем он может быть интересен, как видите, там была очень, не то что очень, достаточно оригинально сделана стабилизатори, они складывались, они складывались, вот на картинке видите, когда он выходил, снаряд выходил из направляющей, они раскрывались, шесть штук, если не путаю, их было, это позволяло сделать легкую и аэродинамически выгодную трубчатую направляющую, они их соединяли связками по три штуки, вот видите, связка из трех направляющих, в каждой из них сидит вот этот снаряд М-8, под мустанго, это всего лишь истребитель одноместный, подвешивали две такие трубчатые связки, иногда и четыре, это уже, простите вы меня, двенадцать, да, двенадцать снарядов ракетных мог вот стрелять один истребитель. Так же, как и англичане, они попытались сделать противотанковый снаряд, вроде бы с высокой скоростью и с прочной боевой частью без взрывчатки, с той же неэффективной, затем, полностью повторяя шаг за шагом английскую схему, к этому снаряду привинтили здоровенную боевую часть с взрывчаткой, получился вот этот пятидюймовый снаряд, они диаметром мерили головной части, который весьма активно использовался, вот мы видим, его запускают, это на Техоокеанском театре с полудного самолета Корсар, скорость получилась уже совсем низкая, там двести двенадцать, если я не путаю, метра в секунду, это пистолет Макарева стреляет с большей скоростью, то есть о точности говорить не приходится, но когда лавина таких снарядов обрушилась на японскую оборону, то получалось вполне себе эффективно, вот, и наконец финал, финал, считается, что это лучшее, что было Вторую мировую войну сделано в этом деле, американский пятидюймовый и высокоскоростной Хавилос это снаряд, который, ну, скорее, ну, получается, что он пережил свою эпоху, то есть они его запустили в самом, ну, они его запустили в июле 44-го года, они его до конца войны сделали один миллион, что говорит о том, что он очень пришелся к делу, производство продолжалось до 55-го года, а на вооружении американских ВМФ вот этот вот снаряд созданный в 44-м году простоял аж до 60-х годов. Штуковина получилась чрезвычайно мощная, смотрим еще раз на таблицу, мы видим, что энергетика 64 килограмма стартовый вес, головная часть 21,5 килограмма, скорость самая большая во всей этой таблице, 420 метров в секунду, это уже дает энергию головной части под 2 мегаджоуля, плюс еще энергия самолета, и мы возвращаемся в кино, и мы возвращаемся в кино спасти рядового Райана, и вынужден я признать, что вот этот вот эпизод финала, финала, когда пролетает мустанг и тигр взрывается, технически возможно, ну, чуть-чуть надо подвинуть сроки, все-таки действия, наверное, в июне, они только появились первые в июле, но это для кино не важно, технически важно то, что вот этот вот 5-дюймовый высокоскоростной американский снаряд обладал энергетикой, достаточно для того, чтобы пробить броню даже тяжелого немецкого танка, ну, аж 2,2 килограмма взрывчатки боевой части, конечно же, могли этот танк разворотить, вне всякого сомнения, то есть задача поражения была решена, задача попадания по-прежнему осталась на том же месте, неуправляемый снаряд, неуправляемый снаряд, запущенный с самолета, с раскачивающейся платформы, попасть в танк может, но в порядке большого исключения, а американцы считают, что авиационными средствами поражения, вот этими ракетами, других, то, собственно, и не было, они уничтожили 1,8% от общего количества немецких танков, которые им удалось поразить. Вот таковы результаты использования ракетных неуправляемых снарядов. Да, немножко больше эффективности по танкам, во-первых, во-вторых, чрезвычайно высокая эффективность по большому спектру других наземных целей, но задачу создания авиационного противотанкового оружия это дело, неуправляемые, еще раз подчеркиваю, тремя чертами, неуправляемые ракетные снаряды, конечно же, не решили. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Благодарю вас за внимание, а о тех средствах поражения, которые все-таки решили, хотя бы частично решили задачу борьбы с танком, мы будем говорить в последней, третьей части нашего разговора. Большое спасибо.